Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале «Всё сначала». Меня зовут Екатерина. Сегодня 8 мая. Вот я решила обратиться ко всем моим подписчикам, ко всем гражданам Республики Беларусь. И своё обращение я хочу начать с таких слов. Говорить нельзя, молчать. За пятою ставьте там, где вы считаете нужным, каждый из вас. И второе, что бы я хотела сказать, самое главное. Я хочу попросить у всех граждан Республики Беларусь прощения за то, что я голосовала в 1994 году и в 2010 году за то, что есть на сегодняшний день. Я поверила и подумала, что наш президент, он будет нам опорой, защитой и поддержкой. Но оказалось, всё не так. Последующие выборы я за президента Лукашенко не голосовала. И если будет ещё голосование, я заявляю с полной ответственностью, что я за него голосовать не буду. Потому что то, что он сделал с нашей страной, с нашим народом, это страшное явление. И всё это забалтывается, всё это замалчивается. Вот теперь завтра, сегодня 8 мая, завтра 9 мая, у нас будет парад победы. Да, это победа над фашизмом. Но мы до конца, оказывается, его не победили. И это показано было во всей красе при задержании блогера Сергея Леонидовича Тихановского. Мы увидели, с какой яростью, с какой ненавистью этот молодой парень с маской на лице. И как он играл кастетом из наручников, он сделал кастет, и он готов был разбить стекло. Вот это есть те, которые давали присягу, чтобы защищать интересы белорусского народа. Но всё выходит наоборот. Мы увидели, как задерживали тех, кто пришёл поддержать Сергея Тихановского. С какой яростью они бежали, с каким оголделым зверином воплями они кричали и задерживали ни в чём не повинных людей. И если мои подписчики и все, кто будет меня смотреть, подумают, что это их не касается и это их обойдёт. Это не так. Придут за каждым. У нас всё построено и всё выдерживается в тех параметрах, что всё против человека. Если человек говорит правду, значит, его надо посадить на сутки. А если он ещё будет дальше продолжать свою деятельность, как это делал Сергей Тихановский, он никакого преступления не совершал, он никого не призывал к революции, он никого не призывал к перевороту. Он просто показал то, что на самом деле происходит в нашей стране. И то, что забалтывает наше белорусское телевидение под чутким руководством нашей власти, коррумпированной, продажной. Потому что парламент, который вот теперь вновь избранный, я не голосовала за вот этих кандидатов. Потому что я давно поняла, что наши депутаты, они всё для них, для себя. Раньше, что несколько лет назад, депутат, он приезжал и встречался с народом, с избирателями. Теперь это уже опустили, уже нет такого момента. А если ты приходишь на приём к председателю исполкома или к заму, они на тебя смотрят как на урода, как на придурка, который пришёл просить у них милостину. Они не собираются для нас ничего делать и не будут делать. Вот. Что я ещё хочу сказать? Я хочу сказать и поздравить весь белорусский народ с праздником, с великим праздником Победы. Нам есть чем гордиться. Нам есть чем, что помнить. Это подвиг белорусского народа. Каждый третий белорус поет на той войне. Мне лично есть чем гордиться. Это Пётр Миронович Машеров. Это наш герой, которым кремлёнским маразматикам показалось, что он может занять пост, самый высокий пост в той большой стране, в Советском Союзе. И они дали команду. И Петра Мироновича Машерова не стало. Нам есть чем гордиться. Захаренко, Гончар. Их имена и другие, которые погибли за правду, Их имена будут золотыми буквами вписаны в историю Белоруссии. Их именами будут названы улицы, города, посёлки, школы, высшее учебное заведение, потому что они совершили подвиг. У меня есть чем гордиться. По линии моей бабушки и деда 12 человек не пришло с той войны. Это фамилия их нет, Резоновы и Яцковские. Мне есть чем гордиться. Мой отец, выпускник высшего военного командного училища артиллерийского, которое в городе Тбилищи находится, После окончания его оставили снабженцем в Южном военном округе. И после освобождения Белоруссии в 1944 году, он, будучи молодым офицером, он не совершил подвиг, он совершил поступок. Достойный офицера. Он отправил в освобожденную Белоруссию два вагона мыла и вагон соли. И за это его рябой Коба сорвали погоны и посадили его в тюрьму, молодого офицера. Но я горжусь его поступком. Я бы поступила точно так же. И я теперь говорю это, потому что мне больно смотреть на вот этих так называемых офицеров, которые с такой злостью, с такой ненавистью готовы убивать, готовы разбивать стекла, готовы, я не знаю, с какой алчностью. Это их так муштруют, их так воспитывают. Но они сами туда идут, их никто туда не ведет, в эту милицию. А там в основном идут туда работать, которые бездельники, которые не хотят работать, которые хотят издеваться над народом. Это белорусы. Они же не приехали к нам из Арабских Эмиратов. Это наши белорусы. Но они так вышкалены. Они похожи не на офицеров, а на псов, которых там тренируют, дрессируют. Еще я хочу сказать и обратиться к матерям. Они ведь у нас не монахи, я думаю. У них есть матери, отцы, сестры, жены, дети. И они должны подумать, что мы живем в одной стране. У нас нет никакого оружия. Наше оружие – это совесть, это справедливость. И я, например, мне 62 года. Один подписчик, не подписчик, а пользователь, когда я выступала на стриме, он написал, «Ага, ты всех призываешь, чтобы не боялись. А сама даже фамилию свою не назвала. Я называю свою фамилию. Моя фамилия в девичестве Овсянкина. Зовут меня Екатерина. Я родилась в Могилевской области, в маленькой деревне Черепы. Там я закончила школу. Потом я закончила Ошанское училище пищевиков. Потом я закончила Пинский мясоноложный техникум. И вот в настоящее время я живу в Полоцке. Я ни от кого не скрываюсь. Я никакого преступления не совершила. Я только призываю всех тех, кто меня слушает и смотрит, чтобы каждый подумал и взвесил все то, что происходит в нашей стране. И мне больно за то, что происходит. Я еще раз говорю, я горжусь поступком моего белорусского народа. Я горжусь Петром Мироновичем Машеровым. Я горжусь своим отцом. Я горжусь своим дядькой Анищенко Иваном Васильевичем, который защищал в то время Советский Союз. В танке горел на Курской дуге. Его имя выбито золотыми буквами в Прохоровке на стеле Мемориальный комплекс. Я горжусь всеми теми людьми, которые в наше мирное время погибли, отстаивая независимость нашей Белоруссии. И я считаю, что если моя жизнь кому-то понадобится, я ее отдам, не задумываюсь, за свободу, за независимость в моей стране. И я не хочу, чтобы наши дети и внучки проклинали нас, что мы сидели, смотрели телевизор БТ и ничего не сделали для того, чтобы в этой стране можно было жить простым гражданам. Мне не нужны дворцы, мне не нужна вакансия, мне не нужна должность. Я уже в возрасте. Не в том, чтобы претендовать на что-то. Я претендую на свободную жизнь, на свою жизнь, на жизнь своих детей и внуков, и всех граждан Республики Беларусь, которые считают, что в нашей стране мы имеем право высказывать свое мнение, мы имеем право на образование, мы имеем право на лечение, которые нам всем говорят, у нас бесплатное лечение. Какое оно бесплатное? Где оно бесплатное? Все уже платные. А если себе поставят на очередь на это бесплатное, то ты скорее умрешь и не дождешься этого направления, на это бесплатное. Ничего бесплатного нет у нас. Теперь у нас вот эта беда, коронавирус. Я общаюсь с людьми, я вижу, как они говорят, вот, отправили за свой счет на месяц. А вы подумали, чем эта женщина будет кормить своих детей? А вы подумали, чем она будет подлить за квартиру? Никакой помощи от государства нет. Ни одной копейки. Ни одной. Никому никто ничего не дал, как это сделали все европейские страны. А у нас почему-то для народа ничего не выходит, только одна болтовня, одна ложь. Красивая. Я хочу еще сказать следующее, что если мы в этот раз позволим себе, не победим себе вот этого раба, и будем дальше продолжать в таком же духе молчать, сидеть на диване и думать, вот кто-то же придет и это все для нас сделает. Никто для нас ничего не сделает. Мы должны все вместе отстаивать свою свободу. Я еще раз говорю, я не призываю к перевороту, я не призываю ни к каким действам, ни к каким расправам, ни к какой революции. Я просто прошу, чтобы каждый человек понимал, что на кон поставлена наша жизнь, жизнь наших детей и внуков и наша страна. А эта власть, это не для нас, это такой преступный между собойчик. И они решают, что нам делать, как нам быть, жить нам или умирать. Скорее, наверное, они склоняются к тому, ко второму варианту. И тогда им будет свободно. Но история доказала, что богатые без бедных жить не могут, не могут, потому что не будет врагов и не будет кому служить. Ну вот, пожалуй, все, что я хотела в этот раз сказать вам. Я хочу вас еще раз поздравить с праздником Победы, пожелать вам самого доброго, самого светлого, самого хорошего в вашей жизни. До встречи, мои дорогие. Встретимся, если будем живы. пока-пока.